Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить два невероятно вкусных блюда. У нас также тема блинов продолжается, поэтому мы сделаем с вами налистники с творогом, запеченных в духовке, и сделаем с вами блинные мешочки. И что нам для этого понадобится? Итак, для налистников нам с вами нужно сами блины, дальше сметана, яблоко. У нас будут не просто классические налистники, а, ну, в общем, не буду говорить, вы увидите. Дальше нам понадобится яйцо, сахар, изюм и творог. И для блинов мешочков нам нужно будет куриное филе, сыр, грибы, где тут они, и лучок. Поехали! Так, первым делом, если у вас вот такой творог зернистый, как у меня, нужно его взбить блендером. Нам необходима более однородная консистенция, но вы изначально можете покупать творог уже пастообразный, такой продается в магазине, но я не ищу легких путей. Поехали! Теперь сюда мы добавляем сахар. Здесь у меня сразу и ванильный сахар. Сахара можете много сразу не добавлять, потому что здесь у нас еще ведь и изюм будет, но если вы очень любите сладкое, тогда, конечно, добавляйте. Крахмал. Крахмал добавляем для того, чтобы творог, если вдруг даст сок, сыворотку, да, у творога, может выделиться сыворотка у творога, чтобы крахмал ее сразу, эту всю сыворотку связала, и она у нас не испортила блины. Сюда кладем сметану, очень жирную. Я купила прям сливки, да пожирнее. Они нам нужны будут. Так, все добавили, все добавили, все добавили, все добавили, все взбиваем. Разбиваем яйцо. Нам нужен только желток от него. Белок не нужен. Белок не кладем. Вот так, сюда желток. Перемешиваем. И все, и добавляем изюм. Будем начинять наши блины. И теперь, так как у нас будут блины не только с творогом, а мы сделаем тертое яблочко с корицей. Сверху творожок, заворачиваем блин и запекаем. Нам нужно приготовить и яблочную начинку. Два яблочка, ну сейчас мы посмотрим, сколько нам понадобится. Пока начнем с одного яблочка, очищаем и натираем на терке. Итак, наши две начинки готовы. Яблочко, творожок. И теперь мы будем с вами заворачивать блины. Берем блин, кладем сюда немножко, совсем чуть-чуть яблочка, так как оно все-таки сочное. Может пустить сока, который нам, сок нам не особо здесь нужен, поэтому мы немного его кладем. Яблочко я уже смешала с корицей. Смотрите, вот так, немножко яблочко. Сюда творожок. Да, сверху. Прямо сюда. И заворачиваем блин. Так, конвертиком. Форму смазываем растопленным сливочным маслом. Хорошенько. Мы, кстати, сегодня вот в такой форме будем запекать прямоугольной наши прекрасные блинчики. Слегка, слегка буквально. Надо притрусить сахарочком. Вот так. И будем сюда выкладывать наши блины. Каждый слой блинов мы смазываем сливочным маслом растопленным. Сверху обязательно форму накрывайте чем-нибудь, типа крышки, если у вас форма с крышкой и она позволяет запекание в духовке. Мы будем накрывать фольгой и отправляем на 40 минут запекаться в духовку. Пока собираем блины. Друзья, наши блинчики свернуты на листники. Духовка у меня разогрета до 180 градусов. Я ее включила заранее, примерно на этапе, когда делала творожную начинку. Накрываю. Фольгой. Помните, да, что каждый слой на листников мы смазывали с вами сливочным маслом растопленным и приступали слегка с сахаром. Все, духовку разогрели. Отправляем нашу прелесть. Прелесть. Нашу отправляем на 40 минут вверх-вниз. Кстати, наверное, многие зададутся вопросом, откуда появились блины. Напекли мы их заранее. Это блины на заварном тесте. Рецепт мы делали, по-моему, в прошлом видео. Я думаю, в описании он будет. Сможете перейти и посмотреть. Сейчас мы приступим ко второй нашей начинке. Она будет куриная. Курица, грибы и сыр. Первым делом нам нужно будет нарезать филе, нарезать грибочки. Все это обжарить в сливках, с сыром. Все будет ароматное, вкусное. И сделаем мешочки красивые из блинов. Поехали. Так, пока у нас все обжаривается, натираем сыр. Сейчас натрем сыр. Вливаем сливки, очень жирные. Жирность от 30% и выше в нашу смесь. Дальше добавляем сыр. Все это загустеет. Будет невероятно вкусно. И будем начинять наши блины. Так, наша начинка готова. Она уже слегка подстыла. И будем с вами делать наши невероятные мешочки. Итак, блин кладем. Сюда по центру выкладываем начиночку. Хинкаля. 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 Смотрите. Итак, друзья, мы с вами закончили. Посмотрите на наши мешочки. С мясной начинкой. Напомню, лук, грибы, сыр и сливки. И наши красивые налистники запеклись. Красивый цвет румяный. Сливочное масло подтаяло. Сахарок подтаял. Внутри это будет невероятно. Просто немножечко хотелось бы, конечно, чтобы они остыли. Но там уже, конечно, как получится. Ребята, вам спасибо за то, что вы смотрели. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, колокольчик. Не забывайте о нашем телеграм-канале. И всем пока-пока.